Новости Дагестана. 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 Дошкольные образовательные учреждения появились в селе Каякент, Тарумовка, Корк-Маскала, Буркимах-Махи, Сарсар и в городе Избербаш. На данный момент они могут принять около 800 детей, что решит проблему дефицита мест во многих муниципалитетах. Новости Дагестана. 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 подготовили праздничный концерт с участием Деда Мороза и Снегурочки. Ребята представили театральные и танцевальные номера, а также исполнили песни. В завершении мероприятия мальчикам и девочкам вручили сладкие подарки. В рамках визита градоначальник также ознакомился с условиями проживания детей, их бытом и особенностями обучения. Далее короткий обзор заметных региональных и мировых новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. 110 тысяч за свежку за невесткой. Сотрудника МФЦ в Дербенском районе оштрафовали за то, что он следил за верностью возлюбленной брата через прослушку. Ариф Гаджиханов купил специальное техническое устройство визуального наблюдения и установил его прямо на рабочем месте женщины. Почти два месяца информация о частных разговорах и переписках стекала в компьютер бдительного родственника. Но вскоре пострадавшая нашла устройство и обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено против двух дагестанцев за фиктивную инвалидность. Подозреваемые – жители Левашинского района. По данным следствия, мужчины предоставили поддельные справки. В течение семи лет присвоили на этом деле полтора и два миллиона рублей. Расследование продолжается. Снос девятиэтажного здания на Тпилисской улице временно запрещен. Такое решение вынес Кировский районный суд. Напомним, что в октябре этого года были начаты работы по ликвидации многоэтажного дома, ссылаясь на незаконность объекта. Причина запрета – иск, поданный приставом о нарушении ими процедуры сноса. Пенсионер из Дагестана утонул в канале Октябрьской революции. 71-летний водитель Приоры попытался развернуться на узком участке дороги, но не рассчитал траекторию движения. Утонувшее авто с водителем обнаружили случайные прохожие. Вызвали службу спасения, но к тому моменту мужчина уже погиб. Этот случай не единственный в республике. В корне единожды падали машины, люди и животные. Дагестанские бойцы ПОП ММА ответили на призыв в Муфтеатр Республики. Накануне в конференц-зале духовенства региона состоялась встреча богослова Идриса Асадулаева с бойцами, которые выступают в непрофессиональных смешанных единоборствах. Зачастую спортсмены, вынужденные создавать шоу в этой индустрии, набирают популярность за счет трештока. Это такие высказывания и действия в адрес соперника, чаще всего оскорбительного характера, которые выводят оппонента из равновесия. Муфтеатри Дагестана призвали спортсменов не переходить границы установленной религии, тем самым сохранить свою честь, честь своей семьи и родины. От вас мы помощь хотим, чтобы эта молодежь чуть-чуть поняли и грани не переходили, остановились на том месте, где порочат честь, где затрагивают личность. Почему мы вот так решили? Ни для хайпа, ни для баллов. От этого никто бонусы, хайп и баллов не получает. Потому что работая в школах, в СУЗах, в УЗах, мы знаем, вот по коридору ходишь, один мат. Остановить у нас есть эта возможность. Да, возможно, там были какие-то неправильные действия, и мы дальше будем показывать все с правильной стороны. И молодежи тоже, да, чтобы хочется, на самом деле, искренне пожелать, чтобы не брали плохие там стороны, если какие-то моменты, чтобы брали хорошие, да, смотрели в правильную сторону, да, двигались в правильном направлении. Присоединяюсь к словам вот этих братьев, которые до меня сейчас говорили. Где-то, где мы себя неправильно повели, не надо с этих моментов, да, вот как бы брать пример, берите пример с хороших ребят, с достойных бойцов. Смотря их и вас, братья младшие наши, о всем дагестанском народе, о ваших отцах, предках делают выводы, да, понимаете? Поэтому надо серьезно отнестись к этому, я думаю, и чуть-чуть ограничить рамки, поставить себя в рамки, да. Если же вы хотите трештока, например, тот же вот младший, Магомед Исмаилов, например, веселый трешток тоже можно вести, правильно? И брать пример с наших летков, которые вели себя достойно. Лучших дагестанских спортсменов и их тренеров уходящего года чествовали в региональном Минспорте. Заслуженными наградами отмечены чемпионы и призеры всероссийских и международных турниров. Каким для наших атлетов выдался 2023 в материале Курбана Рагимова. Боксеры, борцы и тэквондисты, пловцы, теннисисты и шахматисты. В числе лауреатов – представители самых разных видов спорта. Все они проявили себя на всероссийских и международных турнирах. Церемонию награждения провел глава спортивного ведомства Сажит Сажитов и его заместители. За каждую медалью, каждой победой стоит серьезный путь спортсменов и тренеров. Это колоссальные трудоупорные, тяжелейшие тренировки, с силой воли и характера. Ваши победы – это заразительный пример и мотивация для остальных ребят и девочек, занимающихся спортом. Урожай статуэток в этот день собрали борцы. В десятке лучших – сразу шестеро представителей. Среди лауреатов – вольники Ахмед Усманов, Абазгаджи Магомедов и Ибрагим Ибрагимов. В классике – Магомед Муртазалиев, Сайпыла Гаджи Магомедов и Абдурахман Абдулкадыров, а также их личные наставники. Награды получили и наиболее успешные руководители федерации по видам спорта. В принципе, этот год сложился для меня удачным. Я завоевал серебро на чемпионате России, выиграл первенство мира до 23 лет. Но, конечно, амбиции взрослые. Хочется на взрослом уровне проявить себя на чемпионате мира, на чемпионате Европы, на олимпийских играх. Такие цели, так скажем. А так, конечно, приятно, что меня наградили, что я стал лучшим спортсменом. Это мотивация, стимул, чтобы проявлять себя дальше тоже. Всего же в этом сезоне только на официальных первенствах России, Европы и мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта в составе сборной России дагестанцы завоевали 104 медали, в том числе 46 золотых. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Махачкале стало на один борцовский зал больше. Новых чемпионов будут растить в спортивной школе имени обладателя медалей чемпионата мира и Европы Магомеда Исагаджиева. Объект включает в себя два зала, где одновременно смогут тренироваться порядка 50 и 70 детей. В торжественное открытие комплекса посетили известные спортсмены, меценаты, представители мэрии и Минспорта. Они ознакомились с условиями для тренировок и выразили надежду, что отсюда выйдут титулованные борцы, которые прославят родной край на весь мир. С открытием этой спортшколы у молодежи пятого поселка Махачкалы появится больше возможностей для активного и здорового образа жизни. На нашем поселке тоже очень много детишек живут, но очень далеко добираться в центр города, на какие-то спортзалы. Хотелось, чтобы ребята поселковые, чтобы зимой очень тяжело, я сам являюсь директором спортивной школы имени Аля-Лева, на площадь Ленина туда попасть, даже туда или Динамо, Спартак ездить. Там часами ребята ездят зимой по пробкам. Уже идут тренировки, уже занимаются ребята. У нас мы с пяти часов набираем тоже ребят хороших, достойных, абсолютно бесплатно. Мы хотим такой костяк собрать именно вот с этого поселка, с любой точки города. Если хороший мальчик, перспективный есть, мы абсолютно бесплатно ребят тоже привлекаем, чтобы занимались у нас. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите наши новости также и в социальных сетях. Отличных вам новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok